Здравствуйте! В студии работает Дарья Ковалевская. Вы смотрите новости русского мира. О самых интересных событиях этой недели узнаем прямо сейчас. В этом выпуске. Как новогодние праздники проходят в России. Русский кинофестиваль назвал лучшие отечественные фильмы. В литературную вселенную Пушкина приглашает музей писателя. А теперь более подробно об этих и других новостях. Главный семейный праздник встретили во всем мире. В этот раз Новый год прошел довольно необычно. Многие страны отказались от широких гуляний из-за пандемии. И Россия не исключение. Но приятные сюрпризы и культурные мероприятия все же состоялись. Главные площади всех городов России украшены новогодними елками. На улицах пестрят яркий огнегирлянд. И праздничная атмосфера никого не оставляет равнодушным. Правда, традиционных ярмарок, концертов и детских утренников в этом году не состоялось. Многие регионы России решили ограничить массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса. Но при этом нашли альтернативные развлечения. В Москве специальную онлайн-программу для детей подготовил Государственный исторический музей. Выставка «Когда приходит Новый год» рассказывает об истории праздника и русских традициях, которые пришли к нам с давних времен. Специально для гостей и жителей столицы, как и раньше, открыты городские катки. Самый большой – на ВДНХ. К 200-летию открытия Антарктиды его оформили в тематическом стиле. Сразу в нескольких регионах России открыли зимние городки. Это специальные зоны, которые разделены на территории – детские игровые, елочные и катки. Они появились в Оренбурге, Хабаровске и Красноярске. К 60-летию со дня первого полета в космос Юрия Гагарина в Челябинске возвели ледовый городок. Он состоит из символических ледовых экспозиций. Подобные объекты уже традиция. В городе их ежегодно возводят на Центральной площади. Тем не менее, некоторые регионы решили полностью отказаться от новогодних гуляний. В семейном кругу праздник встречают жители Кубани, Ульяновской и Ростовской областях, а также Чувашии. Литературный салон прошел в Париже. Дина Рубина, Анна Берсенева и другие современные писатели выступили с авторскими лекциями, вспомнили творчество знаменитых соотечественников и поделились личным восприятием прекрасного. Уже в шестой раз Российский культурный центр в Париже проводит традиционный салон русской литературы. Здесь звучат новые произведения знаменитых авторов, а лучшие эксперты в области литературы рассказывают о современных тенденциях и проводят критические обзоры. В этот раз мероприятие прошло в режиме онлайн. В видеоконференции приняла участие писательница Дина Рубина. Она представила французский перевод своего знаменитого романа «Синдром Петрушки», который в свое время стал лауреатом премии «Лучшая художественная книга». Гости литературного салона также обсудили произведения российских писателей-фантастов Марины и Сергея Диченко «Наша жизнь». В 2020 году за эту работу они получили престижную награду в номинации «Иностранный роман». Спасибо и читателю, и организаторам фестивалей, конференций, благодаря чему наша книга получила прекрасные премии, чему мы очень рады. Премия – это просто отражение читательского приема. Мы очень тепло относимся к Франции. Мы бывали там много раз. У меня с Францией связано одно из романтичнейших воспоминаний моей жизни, а одна из первых вещей, которые научил меня мой муж сразу после нашей свадьбы, когда мы поехали в Париж, он научил меня ориентироваться во французском метро. Это казалось высшей математикой, и это вот образ французского метро, как образ чего-то вообще Парижа, как романтического воспоминания, он очень долго был со мной и остается как что-то очень ценное, очень теплое воспоминание из юности. О главных открытиях, которые произошли в русской литературе в последние годы, рассказала писатель и сценарист Анна Берсенева. Особое внимание гости литературного салона уделили памяти Эдуарда Лимонова. Поэт и публицист скончался в ушедшем году. Четвертый международный русский фестиваль игрового и документального кино подвел итоги. Ежегодно жюри отбирает лучшие фильмы, которые отражают главные ценности русского мира. В этот раз в финал вышли 45 экранизаций. Более 50 фильмов стали лауреатами 4-го международного русского кинофестиваля. Подведение итогов, как и все события и мероприятия русского кинофестиваля в 2020 году, состоялись онлайн. Лучший игровой полуметражный фильм. Это у нас основные номинации, поэтому здесь всегда выгодно держать паузу. Участие в 4-м международном русском кинофестивале приняли более 200 фильмов из 11 стран. Приветствия в адрес кинофестиваля поступали из разных регионов, стран и континентов. Индийские мастера изготовили эмблему русского кинофестиваля из местного камня, а в Африке – из редких сортов дерева. Члены жюри вновь обратили внимание на то, что основная часть представленных для участия фильмов относится к авторскому кинематографу, когда режиссеры снимают кино по собственным сценариям или сценаристы сами режиссируют съемку своих фильмов. Понимаете, профессия режиссера и автора все-таки есть исключения. Вот я к такому исключению отношусь, я и пишу сценарий, сам снимаю. Но я до того, как я стал режиссером, у меня было снято 50 с чем-то фильмов по моим сценариям. Сейчас 72. В рамках 4-го международного русского кинофестиваля состоялась онлайн-конференция на тему «Русский кинематограф в условиях пандемии». Своим мнением поделились как молодые кинематографисты и представители шоу-бизнеса, так и признанные мастера. Понятие «русское кино» оно настолько обширно, что попытаться ответить на вопрос, что такое русское кино, как-то, так сказать, формулировать определение русского кино и выделить его черты – это тема, знаете, не для одной диссертации. В Голливуде там запрещены массовки. Теперь это только графика. Просто вот не может быть. Запрещены экспедиции всякие. Мы начинали с режиссером одну картину, с одним очень известным продюсером, и он попросил нас принести референсы. Режиссер – это режиссерские референсы, мне операнские, вот из американского кино. И пока мы будем делать кино по этим референсам, значит, вот оно и будет таким. Референсы – это все были наши отечественные, это и собственная жизнь. Референс – собственный жизненный опыт. Вот тогда это и будет отличаться от отечественного, нашего российского режиссера, от режиссера американского. Все серьезные художники, они не стеснялись быть такими, какими они есть. И в конце концов они побеждали, становились частью мировой культуры, представляли огромную ценность. И во многом это их быть самим собой. Это обретение национального лица. Я имею в виду национальной культуры, национального кемоторства. Будет ли какой-нибудь новый цифровой Шекспир, или, так сказать, Антониони снимет, новый Антониони снимет, или Арт-360, ну, наверное, что-нибудь такое нас, конечно же, ждет. Гран-при 4-го Международного русского кинофестиваля получил документальный фильм «Русская народная злоба дня». Это авторский фильм молодого кинематографиста Александра Александрова. На мой взгляд, вот он в себе вобрал все возможные русские номинации. Это и русский характер, это и понять русскую душу. Очень приятно и радостно получать такую награду. У меня такой еще не было никогда. Важно видеть, что со мной соглашаются, потому что я сам не так давно стал гражданином России. Для меня важно разобраться, что происходит в стране. Спасибо еще раз, конечно, жюри и организаторам кинофестиваля. Поменьше всяческой злобы дня и побольше радости. Читаю есть. Все фильмы-лауреаты 4-го Международного русского кинофестиваля по многочисленным просьбам зрителей доступны для просмотра на сайте русского кинофестиваля и после его официального завершения. На сказочную выставку загадок приглашают в Московский музей Александра Пушкина. Необычная и таинственная атмосфера покажет, где живут знаменитые герои пушкинских произведений, а также раскроет главные литературные тайны. Подробнее о проекте в нашем следующем сюжете. Здесь объединились персонажи безграничной вселенной писателя. Грозный медный всадник, мистические герои пиковой дамы и романтической капитанской дочки предлагает вам сыграть в игру в классику. Новая выставочная экспозиция таит в себе множество загадок и тайн. Участникам выставки предстоит вспомнить, когда и где происходили знаменитые события пушкинских сказок и романов. Кому из героев могли принадлежать те или иные символические предметы? Необычные фрагменты из произведений спрятаны в старинных рамах и интерьерах экспозиции. Особое внимание к деталям и хорошее знание литературы помогут вам разгадать все загадки этого арт-пространства. Посетить выставку «Где живут герои Пушкина» можно в формате онлайн. Вся информация о событии находится на официальном сайте Московского музея писателя. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места событий. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру До новых встреч и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова